Члены избирательной комиссии, отказавшиеся участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию России за COVID-19, бросили Кремлю моральный вызов. Повод для открытого письма формально не политический, а медицинский. Пандемия COVID-19 члены избирательной комиссии утверждает, участвуя в организации голосования 1 июля, мы не только подвергаем опасности жизни наших семей, мы рискуем стать причиной заражения и для многих избирателей. Теперь члены комиссии, в том числе ключевых для Кремля двух столиц, выступили против. Да, подписавшие обращение это микроскопическое меньшинство среди тысяч своих коллег по всей стране, но символическое значение их письма очень большое. Во-первых, оно ставит под сомнение всю кремлевскую кампанию по борьбе с коронавирусом. А во-вторых, и это самое главное, фактически бросает в лицо нынешней власти. Вы готовы рисковать жизнями граждан по прихоти первого лица государства? Авторы не говорят напрямую, что голосование само по себе бессмысленно и является просто очередной пиар-компанией администрации президента, но это логический вывод, который следует из текста. Если посмотреть официальные цифры за последнюю неделю, никакого принципиального спада в числе зараженных COVID-19 в России не произошло. Тем не менее, в России начинают ограничения снимать, причем специально делают это заранее, чтобы к моменту открытия избирательных участков на последней неделе июня граждане ощутили, что кризис позади, а жизнь усилиями власти во главе с Владимиром Путиным вошла в нормальную клею. Есть еще одна причина спешки властей. Это экономика. В условиях сохранения низких цен на энергоносители, продолжающегося 6 лет подряд падения реальных доходов населения и неизбежной потери гигантского числа рабочих мест по всей стране в результате эпидемии, российский режим не хочет ждать осени, которая может принести с собой волну протестов. Беспрецедентное восстание членов избирательных комиссий прежде всего свидетельствует, что они люди совершенно адекватные, и резонно считают, что их жизни и жизни их близких дороже сохранения рабочих мест и зарплат. Ведь всем подписавшим обращение теперь грозит увольнение. Но что намного важнее, так это их призыв к гуманности, к спасению здоровья и жизни соотечественников, которых власти буквально загоняют на участки самыми разными способами. «Мы как-то незаметно отвыгли от таких простых аргументов в публичном пространстве. Обязанность государства – сбережение народа, как сказал Александр Солженицын». Российское руководство и сам Путин официально чтут его память и охотно ссылаются на писателя, когда им это выгодно, например, в крымском вопросе. Однако одному из самых знаменитых и по-настоящему патриотических призывов Александра Исаевича они не следуют и не последуют никогда. Он противоречит их главной цели – бессрочному сохранению власти нынешними хозяевами Кремля. Лукашенко назвал пузатыми буржуями белорусских бизнесменов, которые увольняют людей, и поручил прошерстить предпринимателей. На Гоа, Канары, еще какие-то острова у них есть деньги выехать, а людям нормальную зарплату заплатить не могут, негодует глава республики. «Я ведь еще в начале года просил не увольнять людей из-за этой пандемии. Дело же здесь не в выборах. Нет, начали выкидывать. Выкидывают людей беззащитных, у кого нет денег, папы, мамы, которые могут защитить», – заявил Лукашенко. Он добавил, что если бизнес хочет порядочно работать и давать пользу Белоруссии, он должен восстановить уволенных людей или заплатить им за 3, 2 или 1 месяц, за то, что выкинули безосновательно. На госпредприятиях такого не происходит, подчеркнул глава республики. Кто же эти пузатые буржуи, которые увольняют людей? Тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов. Ты там за Петрова, Сидорова, не расписался – уходи. СМИ попытались понять, кому адресованы угрозы Лукашенко вместе с экспертом, который предпочел сохранить анонимность. В первую очередь эта угроза адресована тем предпринимателям, собственникам и руководителям частных компаний, которые оказывали поддержку цепкалой Бабарика. И прежде всего, последнему. И дело даже не в пузатых буржуях, а в том, что Бабарика действительно смог привлечь в свою команду средний класс офисных работников, а также предпринимателей всех калибров. И это действительно ценный ресурс. При этом из сильнейшей тройки альтернативных претендентов Бабарика наиболее защищен с точки зрения уголовного преследования. Если Тихановского вывели из игры грубым, примитивным, но достаточно эффективным ударом, если цепкало, можно припомнить его чиновничье прошлое и привлечь к ответственности за существующее либо мнимое нарушение в рамках деятельности, то с Бабарика не все так просто. Лукашенко озвучивает некие претензии к Виктору Дмитриевичу, но перевести их на язык уголовного дела при желании, разумеется, можно. Однако сделать это будет значительно сложнее, чем с остальными участниками тройки. Неоспоримым достоинством Виктора Бабарика и вместе с тем его самым уязвимым местным является его политический актив. Средний класс и его коллеги по бизнесу. Именно против них направлен сегодняшний выпад президента. Лукашенко хочет лишить Бабарика поддержки, с этой целью угрожает проверками частным предпринимателям, частным компаниям, прикрываясь интересами сотрудников. Видно, что взята тактика не на выбивание самого претендента, а на выбивание из-под него опоры, максимальные ограничения и лишения его ресурсов. Справедливо либо нет такое утверждение, узнаем в ближайшее время, когда по частным компаниям пойдут или не пойдут массовые проверки. Хотя, чтобы напугать белорусский бизнес, очень часто достаточно и окрика или даже полунамека. Методом скорблений и поливанием грязью оппонентов белорусская власть пытается как-то поднять авторитет, повысить свой рейтинг, но в результате таких заявлений ее рейтинг становится еще ниже. Такое мнение претендентов президента Валерии Цепкало рассказал в своем новом интервью. Он предположил, что, по его мнению, спровоцированы эмоциональные выпады Александра Лукашенко в его адрес и адрес других оппонентов. Это объясняется не только невысоким уровнем личной культуры, но и крайне слабой социальной поддержкой власти и, как результат, ее низким рейтингом. Не исключено, что методом оскорблений и поливанием грязью оппонентов власть пытается как-то поднять авторитет, повысить свой рейтинг, но в результате таких заявлений ее рейтинг становится еще ниже. Такого никогда не было. Исходя из голосования на разных онлайн-ресурсах, власть пользуется поддержкой лишь 3% населения. Это не может не сказываться на ее настроениях, а потому она сильно нервничает, считает Цепкало. Претендент также рассказал о своем впечатлении Лукашенко в 1994 году. Как ранее уже говорил Цепкало, тогда будущий президент производил впечатление искреннего человека. Да и в далеком 1994-м было огромное желание поменять коммунистическую номенклатуру, и Лукашенко ассоциировался с желанием перемен. Сейчас он полностью оторвался от жизни, не знает, чем живет народ, не понимает его ожидания. Незнание жизни – результат того, что он 26 лет безраздельно находится у власти, и ничего не меняется. Не меняется риторика, манера поведения. В мире произошла технологическая и информационная революция. Произошла революция в сознании, но ничего не поменялось в этом субъекте. Английский философ Дэвид Юм сказал «Ничего не меняется в созерцаемом объекте, все меняется в созерцающем его сознании». Лукашенко говорит одно и то же более четверти века, но общество стало другим. Оно стало по-другому воспринимать всю эту риторику, сказал Валерий Цепкало. Он также отметил, что опросы по политическим темам на информационных порталах вряд ли можно назвать классическими рейтингами и репрезентативной выборкой, но даже эти цифры сильно нервируют власть. Это выражается в различных проявлениях, бесцеремонности, грубости, в отсутствии такта к оппонентам, уважении к их политическим позициям. Но достается и обычным людям. Белорусский народ называют «народиц» или «народишка». Впрочем, это для белорусской политической культуры не ново. Ранее Лукашенко называл бизнесменов «вшевыми блохами», «жуликами» и «пиявками», а политических оппонентов — «отморозками», «дебилами» и «подонками». Но сейчас такое поведение стало вызывать у белорусов отторжение. Если такая фразеология еще проглатывалась лет 10-15 назад, то сейчас культурный и образовательный уровень белорусов существенно вырос, и они уже не могут спокойно относиться к тому, что людей оскорбляют, унижают, навешивают ярлыки», — сказал Цепкало. Претендент в президенты также считает, что Александр Лукашенко должен был давно осуществить транзит власти. Он давно должен был осуществить транзит, потому что народ от него устал. Но Лукашенко не доверяет никому. Он неоднократно говорил, что если за него не проголосуют люди, если он потеряет популярность, то уйдет. Он клялся в этом много раз. Сейчас у него есть возможность выполнить эту клятву данную белорусскому народу. Почти два часа Валерий Цепкало отвечал на вопросы жителей Витебска. Встреча с ним состоялась вечером 8 июня возле бизнес-центра «Марка Сити», где собирают подписи за выдвижение кандидатами в президенты. Собралось около 300 человек. Во вступительном слове Цепкало отметил, что хочет реформировать в Белоруссии промышленность, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и систему государственного управления. «Это позволит нам не тянуться в хвосте истории, наблюдая, как другие страны успешно развиваются, а сформировать собственный проект будущего», — сказал он. Прежде всего, Витебчан интересовала не про российский ли он кандидат и станет ли Россия первой страной, которую он посетит в роли президента. Цепкало ответил, что у нас особые отношения с Россией, которые уходят далеко в историю. Цепкало одобряет традицию, когда при смене политической власти первые визиты происходят в государство-партнеры. «Россия — наш партнер», — сказал он. Дальнейшее существование таможенного союза, по мнению Цепкало, вряд ли возможно. Россия имеет запасы нефти, газа, черных металлов, алмазов, дорогой древесины. В Беларуси же имеет смысл строить экономику знаний на технологической платформе, исходя из опыта парка высоких технологий, которые можно масштабировать на всю страну. Распределение студентов Цепкало назвал пережитком советского строя, которого не может быть при рыночной экономике. Армия должна быть профессиональной, но с учетом того, что Беларусь — средняя по величине европейская страна, которая не могла бы противостоять ни НАТО, ни России. Обязательный призыв будет для всех мужчин на два дня, чтобы научиться собирать автомат и стрелять, подчеркнул выступающий. На вопрос, что будет с парламентом, если Цепкало станет президентом, потенциальный кандидат ответил, что будет проведена конституционная реформа и состоятся выборы в соответствии с новым законодательством. Я не противник того, чтобы рубить с плеча. Цепкало отметил, что сейчас меняется ситуация в отношении местной власти, она должна избираться на местах. Валерий Цепкало развернуто отвечал на вопросы витебчан. Самый короткий ответ прозвучал о пенсионном возрасте — 60 и 55. Коротко ответил Цепкало и был вознагражден аплодисментами. Валерий Цепкало говорил и о том, что в Беларуси учитель должен стать основой белорусского общества, потому что интеллект — это единственное конкурентное преимущество. Зарплаты и конкуренция среди выпускников педагогических вузов будут высокими, а инвестиции в государственные школы — огромными. На вопрос к женщине, готов ли Цепкало сейчас стать президентом, прозвучал эмоциональный ответ. Главный источник власти в Беларуси — белорусский народ. Лукашенко не бог, не царь и даже не герой. Ничего выдающегося он не сделал, никакого подвига не совершил. Он неоднократно клялся, что если народ не захочет его видеть, то уйдет. Теперь у него есть возможность эту клятву исполнить. Для этого он должен провести честные выборы. Пусть покажет, что он хозяин своему слову. От ответа на вопрос, как новый президент поступец Лукашенко, Цепкало уклонился.